Когда ты слишком долго смотришь в пустоту, пустота начинает смотреть в тебя. Когда ты слишком долго смотришь в картины, картины начинают смотреть в тебя. И это хорошо описывает Ипп, японский хоррор, входящий в золотую классику игр, созданных на RPG-мейкере, среди которых всем известны Матфазер, Юми Ники, Вич Хаус и прочие. 9-летняя девочка Ипп семьей прибывает в художественную галерею, посвященную работам Вайс Гуэртене, популярного художника. Девочка разделяется с родителями и самостоятельно осматривает наполнение галереи. Всяческие картины, чудные скульптуры, множество посетителей, что заинтересовано разглядывает творения давно почившего художника. Заковыристые названия некоторых работ Ипп прочитать полностью не может. В силу своего возраста она не знает сложные слова, а раз не знает она, не знаем и мы. В глаза бросается одна картина, самая большая, странная из всех, похожая скорее на множество кляк, беспорядочно наложенных друг на друга. И тогда свет моргает, музыка затихает. Посетители пропадают и и постаётся одна. Вокруг начинает происходить что-то непонятное. Картина с кашлящим человеком кашляет. Картина с котом мяукает. Дверь наружу не поддаётся и остаётся лишь следовать подсказкам галереи, которая хочет нам что-то показать. И вот так мы спускаемся в глубины, откуда нет пути назад. Картина оказывается проходом в другой мир, в другую галерею, страшную, опасную, похожую скорее на запутанный лабиринт, происходящий в которой не поддаётся никакому логическому объяснению. Работа в этой нехорошей, проклятой галерее оживает. Некоторые разговаривают и ведут себя нейтрально. Какие-то могут поиздеваться, другие охотятся на главную героиню. А навредить ей теперь стало проще простого, ведь в первой же локации в руки Иб попадает красная роза с пятью лепестками. Она не простая, ведь от неё зависит наша жизнь. Если роза завянет, завянешь и ты, намекает нам в галерее, поэтому каждый потерянный лепесток этой драгоценной розы приближает нас к смерти. Мы это видим на примере ещё одной жертвы галереи, которую встречаем несколько позже. Гарри. Парня больше 20 лет, чью синюю розу дама из картины теребит так, как будто она профессиональный игрок влюбит-не любит. Ну да ладно. Гарри плохо, больно и он явно умирает. Получив розу обратно и окунув её в вазе, тем самым дав ей распуститься, мы спасаем Гарри и он становится нашим компаньоном. Это очень важно, ведь теперь рядом есть взрослый человек. Также он играет роль голоса Иб, ведь сама девочка не мой протагонист. Персонажи быстро сближаются. Гарри активно помогает Иб в поисках выхода, всячески поддерживает, заботится о ней и в какой-то момент даже готов пожертвовать своей жизнью ради неё. За их взаимоотношениями действительно очень мило наблюдать. Музыкальная тема Гарри хорошо передаёт это чувство спокойствия, надёжности и, помимо этого, какую-то меланхолию, что исходит от его персонажа. Его заинтересованность в картине повешенный человек, который он заменяет собой в одну из концовок. Его яркое желание защитить Иб, хотя не знакомо всего ничего. Предположение, что он курящий и пытается бросить. Его неопрятная прическа, то, как он надевается, он говорит, что это его стиль, но правда ли это? Цвет его розы синий, спокойный, безмятежный, расслабляющий цвет, но в то же время означающий хрупкость, холод и депрессию. Все эти мелочи в совокупности создают впечатление о Гарри как об очень грустном человеке, хотя о его жизни вне галереи нам ничего не известно. По крайней мере, именно так я его вижу, я могу ошибаться. Кстати, у розы Гарри не пять лепестков, как у Иб, а десять, поскольку он взрослый человек. Вообще, это очень необычный и интересный выбор шкалы ХП. Мотив роз будет в игре встречаться не раз, и если присмотреться, это может многое сказать о персонажах. Интересна еще одна вещь, мимо которой пройти никак нельзя. Иб, та самая игра-недосказанность, которая представляет вам какую-то идею, каких-то персонажей, а потом умалчивает о деталях, позволяя вам, игроку, интерпретировать игру по-своему и вложить в нее свой собственный смысл. Забавно, что о похожем я уже говорила в ролике про Сигналис, однако там на фоне так или иначе все же маячил какой-никакой лор, читался общий сюжет, а игра рассматривалась как изнутри, так и снаружи. Что касается Иб, здесь это неважно. Например, только прочитав даты создания произведения Гуэртена, вы поймете, что события игры происходят аж в далеком будущем. В шеститысячных годах. Хотя ничего футуристичного вы не заметите, да и сам этот факт вообще никем не упоминается. Потому что всем плевать. Это не играет никакой роли. О самом Вайс Гуэртене, авторе всех этих картин и скульптур, тоже мало что известно. Минимум информации о его внешности, о его биографии, лишь факты из его творческой деятельности с описанием некоторых работ. Эта личность – самая настоящая загадка, за которой, возможно, лежат ответы на многие вопросы, но... Нужны ли эти ответы? Нужно ли объяснение? Нужна ли, в принципе, конкретика такой игре, как Иб? В оригинальной версии игры вы можете найти следующий документ, а точнее, дневник. В ремейке я его не нашла, но звучит он так. Дневник не подписан, однако, согласитесь, среди всех персонажей есть только один человек, который приходит на ум после прочитанного – Вайс Гуэртена. Известный художник, который любил заниматься искусством и в буквальном смысле передал душу своим любимым творениям, тем самым оживив их и породив этот искусственный мир, куда попадают наши герои. Он хотел вложить самого себя в свои работы, и у него это получилось. Даже слишком хорошо. Каждый обитатель галереи – это часть его самого, часть его души, что хорошо показывает отношение этого художника к своему творчеству, хотя мы о нем совсем ничего не знаем. Вообще, нет никакой разницы, кем был Гуэртена, какой жизнью жил и даже как умер, потому что Иб скорее про его творение, а не про него самого. Загадка в белой рубашке – его внутренний мир, его наследие, в которых крепит жизнь, и именно по нему мы прогуливаемся в течение этих четырех часов игрового времени. Но раз это так, значит ли это, что эти творения – отражение самого Гуэртена? В том плане, что, может быть, Гуэртена при жизни был злым, нехорошим человеком и галерея своим характером это показывает? Или наоборот? Поведение его работ может быть основывается на тех идеях, которые он вкладывал в них. Например, дамы вдохновлены женщинами, которые судились Гуэртене с целью заполучить его деньги. И действительно, дамы упрямо следуют за своей целью, пока они будут удовлетворены. Так о них пишет одна из книг. И сама галерея, между прочим, тоже живая. Она будто дышит, она взаимодействует с персонажами и не хочет их отпускать. И чем-то эта мысль напоминает мне хоррор-игру «Анатоми», в которой шла речь о живом доме. Он сравнивался с человеком, а его комнаты рассматривались с точки зрения человеческой анатомии. Гостиная – это сердце, коридоры – это вены, кухня – это желудок, спальня, мозг, окна, глаза. И этот дом чувствовал себя брошенным теми, кто его построил, и в итоге обозлился на них. Вспоминая эту игру, я не могу не думать о галереи в Иб как о такой же живой сущности. Ревностной, одержимой, озлобленной и безумной до такой степени, что она манипулирует и пугает Иб образами близких ей людей. Картина ее родителей, фальшивая мать, фальшивый Гарри – пугает ее галерея ее же собственными образами. Например, при определенных обстоятельствах Иб может увидеть саму себя повешенной. А все потому, что галерея жестокая, она издевается и хочет, чтобы ее посетители остались в ней навсегда. Может быть, она тоже чувствует себя брошенной создателем. Может быть, она безумна и одержима, потому что тоже одинокая. Сам же Гуэртена, вероятно, отдал окончательную часть самого себя своей последней картине, которую не отличишь от обычной маленькой девочки. Я говорю о Мэри. Когда мы встречаем ее впервые, она нам представляется такой же жертвой галереи и даже показывает у себя наличие желтой розы. Она веселая, нетерпеливая и очень контрастирует рядом с тихо и воспитанной Иб. Пройдя вместе с ней чуть дальше, на стене можно заметить подозрительно пустую картину с таким вот интересным названием – «Цветы ревности». Желтый цвет психологии – это радость, доверие, счастье, но в то же время еще и предательство, ложь и ревность. Мэри мало того, что активно ревнует Иб Карри, так еще и ее желтая роза – подделка. Прямо как она сама. И взяла она ее из этой картины. Мэри, наверное, самый трагичный персонаж, который стал жертвой ужасных обстоятельств. Она очень хочет попасть в реальный мир и завести друзей, жить как обычная маленькая девочка. Она перечитала множество книг на эту тему и живет в мечтаниях о свободе. Хочет сбежать из мира, в котором она так одинока. Однако есть проблема. Она – картина. Не человек. А экспонаты выносить из галереи нельзя. В одной из концовок видны последствия побега Мэри. Живая галерея не отпускает ее и жестоко наказывает. И не просто потому, что она одержима, а потому, что Мэри – банальная ее часть, которая не может просто взять и уйти. Мэри, как картина, даже не основана на реальном человеке. Гуэртена в принципе не основывал свои произведения на чем-то реальном. Поэтому иронично видеть то, как что-то, что было придумано из головы, вдруг оплетает жизнь или, в случае Мэри, ведет себя как обычный человек и желает стать настоящей. Тот факт, что она слишком реалистична – ее проклятие и делает ее жизнь невыносимой. Может, Гуэртена даже вкладывал конкретно в нее что-то особенное, что-то, что и заставляет ее так сильно отличаться от остальных картин и скульптур, но на этот счет можно лишь, опять же, строить теории. Хотя, может, выбраться все же можно. Например, если тебя картину кто-нибудь заменит и пропажа останется незаметна. Да, действительно, так тоже можно. В этом и состоится Эль Мэри. Но по этой причине в игре нет такой концовки, в которой выбираются все трое персонажей – Иб, Гарри и Мэри, хотя очень бы хотелось. К сожалению, кто-то один должен остаться либо Мэри, либо Гарри. И вам придется выбирать. К слову, существует фанатская концовка, в которой на этот раз собой жертвует уже сама Иб. И в свое время она меня поразила настолько, что я была уверена, что она правда существует в оригинале. Но это не так. Так или иначе, это более мои мысли относительно Иб и что она за собой несет. Это волшебная игра, и ее главная тема Мэри до сих пор заставляет меня проливать слезы и покрывает кожу мурахами. Незабываемая атмосфера страшной галереи, запавшие сердце персонажей, интересные концовки в сопровождении потрясающего Оста. А игра, по сути-то, даже ничего не сделала. У нее просто был особый шарм и огромное пространство для интерпретации. Вот и все. На самом деле, вы даже вольны думать, что, может быть, Гуэртена обладал магическими способностями. Или же, наоборот, может быть, приключения в проклятой галереи не следует воспринимать чересчур буквально. И, возможно, это просто аллюзия на какие-то аспекты обычной жизни. Или вообще все происходящее – это просто больная фантазия маленькой девочки. Почему бы и нет? Anyway, я сказала все, что хотела. Но добавлю еще кое-что. В 2022 году на свет уразился ремейк. Да ого-го какой! Платный ремейк, денежки надо платить, между прочим. Ладно, шучу. Ого-го какой он по той причине, что многое перерабатывает из оригинала. Новые локации, новый саундтрек, новые головоломки, новые фичи, новый визуал, наличие широкого разрешения и многое другое. Рассматривать это глубоко я не буду. Ролик не об этом, да и тем более поиграйте сами лучше, но по некоторым вещам я все равно хочу пройтись. Одна из самых крутых, по моему мнению, фич – это возможность разговаривать с Гарри. По нажатию кнопки он может прокомментировать все, что угодно. Локации, головоломки, области. Тем более, что такие разговоры и влияют на его выживаемость, а, следовательно, на хорошую с ним концовку. А когда к нам присоединяется Мэри, с ней тоже можно поболтать. Я даже представить не могу, сколько было написано строчек диалога, потому что тот же Гарри реагирует на все. Практически на любую мелочь. На кнопочку нужно нажимать постоянно, потому что ему всегда есть что сказать. И это самое лучшее нововведение, которое из-за любопытства растянуло мое прохождение на час точно. Новые головоломки и локации показались мне по-своему интересными, хотя некоторые изменения уже существующих я не очень поняла. Например, вот серая локация. По мере нашего изучения она пополнялась врагами, а в конце почти все работы оживали, и при получении последнего ключа нам приходилось в дикой суматохе искать выход. Для меня это самая напряженная и страшная часть игры, после которой приходится стирать не одну пару штанов. В ремейке же работы оживают все сразу и внезапно, а вот Гарри нам зачем-то указывает на выход, лишая нас, игрока, возможности найти его самостоятельно, тем самым напрочь убивая страх и суматоху. Зачем так делать, не знаю, но видимо в ремейке решили поводить игроков за ручку. Ну да ладно, это не так критично, жить можно. А вот знаете, что критично, а? Знаете? Ого! Рассказать бы вам, как я себя ощущала, когда в ремейке встретила Мэри, и вместо ее знакомой мне темы я услышала... Что это такое, а? Красиво. Не поспоришь. Но нет разницы, красиво или нет, когда у Мэри уже есть тема. Паппит называется, если не знали. Ну есть она. Она идеальная. А фанатский текст к ней не перепел только самый ленивый. И это произведение искусства не дожило до наших дней. Все из-за авторских прав? Серьезно? Да. Оригинальную тему Мэри мы не услышали в ремейке из-за того, что сама мелодия не предназначена для коммерческого использования. А с ее автором попросту не удалось связаться. Как-то так. Пришлось выкручиваться. Вот еще маленький пример странного изменения, которое не идет игре на пользу. Зачем звук поменяли? Или тут такая же ситуация? Но-но-но-но. Это все мелочи и большинство их может даже не заметить. Это я просто такая вот душнила. Время поговорить по кое-что серьезнее. Хотя сам по себе ремейк очень вкусный, его хочется лишь хвалить-хвалить. Есть одна вещь, которая является очень слабой стороной игры, в то время как в альгинале она была одной из сильных. Визуал. Пните меня, если я не права, но в этом аспекте я бы деградировал. И дело не в том, что новые спрайты и интерфейс какие-то жутко некрасивые. Иногда. Нет, местами новая графика даже выигрывает и некоторые новые картинки выглядят свежо. Так их хочется облизать. Однако это... Это не ИП. Стиль ушел совсем куда-то мимо. Спрайты хотя выглядят миловиднее, они теперь пиксельные, почему-то скучные, как будто зализанные и слишком уж яркие. Это идет совсем наперекор атмосфере и чем-то теперь напоминает стилистику игр Магико. БЛЯААААААААААААААААААААААААА!! Только вот это не игра от Магико. Нужно помнить, что Иб не просто обладает своим стилем, он является хоррором. Оригинал был темным, мрачным, грязноватым, было в этом даже что-то готическое. Слегка небрежный черный лайн, черные заштрихованные тени. То же самое касается интерфейса и меню. Выглядит просто, но большего и не надо. Ремейк же будто слишком сильно старается, будто кричит о себе и в процессе с этим губит эстетику к черту. Например, вот как выглядит шкала ХП, роза. Вместо изображения красивой, цветущей розы, символизирующей собой жизнь, теперь маленькая, загнанная в угол у родинка эмблемка. Водородные бомбы и кашляющий ребенок. Когда мы получаем урон, почему-то мы теряем на этой эмблемке... Шипы. Почему? Мы ведь теряем не шипы, а лепестки, и в оригинале это было ясно показано. К чему это? В чем смысл? Не вызывает ничего, кроме смятения. Я даже не злюсь, я просто не понимаю. И как было прекрасно, когда в артбуке я обнаружила портреты персонажей как раз в этом небрежном стиле, который так не хватает ремейку. И это даже не какой-то особый стиль игры, как я его называю, это просто стиль самого автора игры. Это его рисунки, он так рисует. Но он почему-то от него решил отказаться, и я совершенно этого не понимаю. В пользу чего? А вот справиться самих героев исключительный апгрейд. Ну что за милота? Ну а Гарри теперь передвигает статую не силой мысли, а руками. Молодец. Ты все-таки смог. Кхм. У Оригинала и ремейка два совершенно разных вайба, поэтому я считаю, что проходить лучше и то, и другое. Что я и сделала для полноты картины, однако сущности они ничем кардинально не отличаются. Ну вот по сути только картинкой, локациями, и вот диалоги новые. Все. Стоило ли ремейку добавлять что-то именно новое, именно дополняющую картину мира Иб? Например, новые концовки или какую-то информацию о Гуэртене? Или о Лоре в целом? Скорее нет, чем да. Но от новых концовок я бы точно не отказалась. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok